В двух словах хотя бы, расспросить вас также хотелось бы о расследовании журналистов издания «Проект». Они исследовали состояние здоровья Путина, и вот в каком состоянии он пойдет на выборы. И там большое расследование, они писали о том, что, значит, Путин необычайно активен в определенные дни. После этого молчанка, после этого пауза. Они обращали внимание на какие-то аномальные вещи, да, в его поведении, которые связаны, что вот с этим международным лидером он сидит за огромным гигантским столом, а вот с другими людьми в Дагестане может выйти и фотографироваться, и целовать в живот детей и прочее, прочее. Ну, все это мы знаем. И они также говорят о том, что есть большая разница между Путиным, который ходит с охранником и врачами, которых тоже идентифицировали, и Путин, который ходит без этих людей, да, и люди, которые там носят ему этот чемоданчик, так называемый, ядерный, и так далее. И, по сути, они приходят к выводу, к заключению, что, да, вот двойник принимает участие в каких-то мероприятиях вместо Путина. Ну да, вот я процитирую, у меня как раз перед глазами некоторые выдержки из этого исследования, издания проекта. Вот на многих встречах, пишут авторы, президент старается держать дистанцию от собеседников, и так было на 43% от общего числа мероприятий российского президента за год. Еще в 36% случаев, то есть больше, чем треть случаев, все участники встречи должны были вообще отсидеть на карантине. То есть две недели, на самом деле. Об этом писали подробно многие независимые средства массовой информации, что две недели в специальной гостинице, ведомственной, находящейся в управлении Федеральной службы охраны, сидят люди в полном комфорте, но абсолютно в полной изоляции. Их там поют, кормят, но они ни с кем не общаются, включая, не общаются друг с другом. В итоге потом их там запускают в зал, где сидит президент, и при этом дистанция все равно выдерживается. Это не то, что он с ними ходит, плечами дрется, ручкуется. Нет, нет, это вот просто такой карантин, просто для того, чтобы присутствовать в зале, где в президиуме на расстоянии 10, 20, 30 метров сидит Путин, который так беспокоится о своем здоровье. И действительно, вдруг, особенно с международными гостями или после каких-то драматических событий, президент выходит в люди без всякой дистанции и карантина. Это бывает примерно в 20% случаев, на 20% мероприятий с путинским участием. И все это чрезвычайно неожиданно и непредсказуемо. Мы это сами же видели. То Путин, помните, стоит в каком-то кремлевском зале на церемонии вручения верительных грамот, и не то, что там на большом расстоянии находится, даже подчеркивает это словесно. Он говорит, вот извините, пожалуйста, уважаемые господа, чрезвычайные полномочные послы разных стран, вот не могу к вам подойти, не могу с вами пообщаться, потому что у нас здесь еще действуют карантинные меры. Все падают в обморок, потому что все помнят, что карантинные меры отменены год или полтора назад. И тут же, буквально на следующий день, без всяких карантинных мер, он где-то идет в толпу, ручь пожимает. И, ну, что здесь остается подумать, что на самом деле в толпу ходит просто похожий на него человек, двойник. Я этого исключить совершенно не могу, вы знаете, вот, я этого совершенно не могу исключить, точно так же, как я не могу на 100% гарантированным образом утверждать, что профессор Соловей и аффилированный с ним генерал СВР, который ведет вот этот вот конспирологический канал в Телеграме, Телеграм-канал генерал СВР, вот, они на пару работают и распространяют конспирологические истории про то, что Путин умер, про то, что там даже не один, а несколько двойников, что эти двойники проходят там специальную подготовку, обучение, с ними занимаются, бла-бла-бла. А Путин в это время в холодильнике лежит, еще в конце октября отдал Богу душу или дьяволу. Скорее дьяволу, да. Вы понимаете, я не могу на 100%, я понимаю, что это все, конечно, какая-то полная ерунда, как кажется, ну, а вдруг нет. Я оставляю 1% на то, что, а вдруг вот действительно случилась такая вот история, что в какой-то момент Путин за ним мог, заболел, растерялись, не знали, что делать, а у него уже был там, я не знаю, какой-то двойник, который использовался вот, знаете, чтобы показать его на большом расстоянии. Или соображение безопасности, да, вот. Когда он где-нибудь там на каком-нибудь митинге на трибуну выходит, и ручкой машет, и, может быть, там несколько общих слов говорит. Ну, на самом деле, для хорошо закримированного актера, который умеет подражать голосам других людей, задача абсолютно осуществимая, да. И потом вдруг, вот представьте себе, они втягиваются вот в эту игру. Ладно, вот давайте там, Владимир Владимирович поправится, через недельку-другую, а мы пока вот будем людям предъявлять этого самого двойника. А он, блин, не поправляется, а ему только хуже. И они втягиваются вот в эту опасную игру. А потом он умирает. И что делать? И это все происходит на фоне того, что на самом деле в реальной жизни существует, потому что в реальной жизни Путин к какому-то определенному моменту консолидировал, депутал вокруг себя электоральную площадку, что у него нет ни конкурентов реальных, ни преемника. Элиты раздроблены. Каждая башня Кремля воюет против остальных других башен. Множество разных группировок. Раньше, когда Путин был силен и здоров, он, быть может, самое главное, что эффективно умел делать, это выстраивать некий баланс между этими группировками, мирить их, сводить их интересы к общему знаменателю. А его не стало, и все пошло в раздрай. Вот Бог его знает. Я один шанс из тысячи, может быть, оставляю на то, что такой сценарий может быть реален. И если есть люди, которые в это верят, и слава Богу, и слава Богу, пусть будет какое-то количество избирателей в России, может быть, один процент, может быть, пять, может быть, двадцать, которые будут задумываться на любимую тему со времен Великой Смуты. Царь ненастоящий. Что у нас, оказывается, лже Владимир в Кремле сидит. Если кому-то хочется в это верить, да ради Бога, я думаю, что это не способствует укреплению власти и долгосрочной прочности путинского режима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова